В стенах образовательных учреждений муниципалитета ученики регулярно проходят медицинские плановые осмотры. Они бывают расширенные, как, например, перед школой в девятом и одиннадцатом классах, так и промежуточные. Сегодня в гимназии проходит диспансеризация обучающихся, которая проходит у нас систематически. Она проходит по графику. Сегодня по графику шестые классы, но их по списку у нас 99 человек, но, может быть, дети болеют. Поэтому я думаю, что основная масса учащихся в школе, поэтому все они сегодня пройдут диспансеризацию. Школьников 2008 года рождения в этот день осмотрели стоматолог, офтальмолог и педиатр. В среднем здоровых детей у нас где-то процентов 20 всего лишь. Все остальные с какой-то патологией или минимальной, то есть функциональные нарушения выявляются у этих детей, или же патология хроническая. Снижение зрения и болезни позвоночника – вот самые частые проблемы современных школьников. Врачи с сожалением констатируют, если раньше на класс было всего 5-10 детей с нарушениями зрения, то теперь это количество учеников, которые хорошо видят. Очень много детей с понижением зрения. Родители порой даже не знают, что ребенок плохо видит. Они только узнают тогда, когда ребенок дома начинает щуриться. Но уже он видит вторую, третью строчку сни сверху в упущенном время. Несмотря на доступность медицины, проблем со здоровьем у школьников много. Здоровых 10-12 процентов. А что чаще всего вы увидите в этой проблеме? Кариес? Кариес и прикус неправильный. Каждые полгода. Болит, не болит, не важно. Не ждать никаких черных дыр. Идти к нам, чтобы мы смотрели. Всем ребятам, у кого в день осмотра были выявлены проблемы со здоровьем, медики выдали направление в детскую поликлинику для дальнейшего обследования, уточнения диагноза и назначения лечения. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин